Первенство «Городовидное» по футболу среди детских садов началось с торжественного построения команд. Юных спортсменов приветствовал директор городского центра спорта Александр Кулачков. Хочу пожелать вам успешной борьбы, честной и победить сильнейшей. В первенстве приняли участие 14 команд. Порядок проведения игр определила жеребьевка. Каждая команда должна сыграть три игры с разными соперниками. В городском первенстве по футболу среди дошкольных учреждений по традиции принимают участие воспитанники подготовительных групп. В прошлом году победителями турнира стала команда из детского сада «Родничок». Кто поднимется на пьедестал почёда в нынешнем году, покажут эти соревнования. Одновременно играли на четырех полях. Азарта и эмоций хватало везде. Футболисты старались забить мяч у ворота соперника, а взрослые, среди которых мамы, папы, дедушки и бабушки, срывали голоса, поддерживая своих. Ульяна Наумова пришла поболеть за внука Лёшу. Мы-то очень долго тренировались, и он очень любит, и даже многие вещи делал на праздниках, когда все гуляли, он бегал. Ну а папы не просто болели, они старались помочь, пусть не делом, так хоть словом. Многие сами мальчишками гоняли мяч, как, например, Павел Савин, который сегодня пришёл поболеть за команду сына. Честно говоря, у нас не было в детстве таких вот организованных соревнований, поэтому очень приятно, очень здорово. Савин-младший не подвёл отца. В первом же матче забил гол. И, в общем, за свою команду бился отчаянно. Чтобы не подпускать к воротам, чтобы они не забили нам гол. А ты забил? Да. Сколько? Один гол. Один гол? То есть два. Два гола, да? Забился со счёта, в общем. Один там, другой тут. Удивительно, но в некоторых командах были девочки. Кристина Беспалова из детского сада «Ласточка» была единодушно признана мальчишками хорошей футболисткой. Мы сначала думали, что она хорошо играет, а на самом деле она лучше всех играет. Я была на замене сегодня, а теперь я буду играть. Конечно же, все пришли сюда за победы. Тем более, что многие в качестве поощрения ждали не только кубки и грамоты. Мы сегодня готовились очень хорошо на строение ВОО. Как уже много голов забили? Очень много. Хотите победить, я так понимаю? Да. Да, и получает два мороженого. Ну, конечно же, больше всего за свою команду болеют ее наставники. Владимир Ефимович, расскажите, как вы готовились и как сегодня ребята? Оправдали ваши надежды? Да, оправдали. Они стараются, переживают за каждую игру. Ну, готовились серьезно. Когда начали готовиться? Ну, недели три тому назад. Ажиотаж очень большой. Некоторые сады готовятся сразу после чемпионата. Это, я знаю, Теремо готовится, еще там пару садов. Некоторые уже зимой начали подготовку. Ну, хотя бы собрали там где-то, потренировались. А весной я вот прохожу мимо случайно сады, смотрю, возле одного уже тренируется, возле второго. Борьба за выход в финал была серьезная и не по-детски упорная. В результате больше всего голов забили четыре детских сада – «Яблонька», «Улыбка», «Лесная сказка» и «Колобок». Они встретятся в финальной схватке, которая состоится уже на следующей неделе. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.